Сегодня я хотел бы поговорить про пешеходные улицы. Почему про пешеходные улицы? А все просто. У нас, к сожалению, принято считать, что это такое универсальное решение на случай любой проблемы. Если ваша улица похожа на магистраль, если она похожа на какую-то большую парковку, то простое решение. Бери машины, и все станет живенько. Прям такой небольшой Копенгаген или Амстердам. Открою секрет. Я не сторонник пешеходных улиц. Это скорее такая часто вынужденная мера и исключение из правил. Сделать улицу комфортной для всех и, что самое главное, безопасной для всех, можно другими способами. И как раз об этом я хочу сегодня поговорить. В общем, сегодня про пешеходные улицы, какие с ними ошибки и как можно сделать по-другому. Будет интересно, так что пойдемте. Минутка истории. Когда-то все улицы города были пешеходные. Про это я рассказывал в одном из прошлых роликов, где я рассказывал, почему автомобили останутся с нами навсегда. Город без автомобилей – это такая пока что утопия. Еще сто лет назад абсолютно каждая улица была по умолчанию пешеходной. Другое дело, что там был проезд для велосипедистов, для трамваев и для только появляющихся автомобилей. В нашу эру массового автомобиля пешеходные улицы стали появляться примерно в середине прошлого века. Первая такая появилась в Роттердаме. И там она решала вполне конкретные градостроительные задачи. Дело в том, что центр города тогда вымирал. И градостроителям, планировщикам пришлось что-то придумывать, чтобы заманить людей обратно в центр города. И пешеходная улица создавала разнообразие и как раз решала эту самую задачу. Это было довольно прогрессивно, потому что в те годы все мечтали только построить еще больше развязок, расширить улицы, сделать еще больше парковок. А голландцы сказали – стоп, подождите, оказывается, люди не хотят жить на автомобильных парковках. Оказывается, они хотят иметь какую-то удобную пешеходную инфраструктуру. В общем, голландцы, как обычно, молодцы. Затем стали подобное делать уже в Копенгагене и в других городах мира. В Советском Союзе первые пешеходные улицы, вот именно такие пешеходные в привычном понимании, стали появляться ближе к концу прошлого века. Но здесь нужно быть честными. У нас не было проблемы массовой автомобилизации как таковой, потому что не было массового автомобиля. Это все еще было исключением, поэтому в 60-е и 70-е годы можно было легко перейти даже в Тверскую или Новый Арбат в любом удобном месте, и ничего вам за этого не было бы. То есть, в принципе, на улицах можно было безопасно играть детям, переходить в любом месте, и не было такой проблемы. Сейчас же все немного поменялось. И действительно, неконтролируемая автомобилизация в городах приводит к тому, что наши города больше похожи на какой-то большой автосалон. То есть, все абсолютно закламлено, и улицы, красивые улицы с хорошей архитектурой, они не очень хорошо работают, бизнес испытывает ряд проблем. И поэтому многим кажется, что надо, наверное, просто тогда убрать машины с улицы. Но ничего же не будет, если мы в центре одну улицу сделаем такой пешеходной. Но, к сожалению, все не так просто, как хотелось бы. Часто закрытие движения приводит лишь к вымиранию улицы. Люди, которые там привычно приезжали в свои дома или, например, в какие-то заведения, сделать этого уже не могут. Они не готовы поменять паттерн, потому что в городе плохой общественный транспорт, и просто нету альтернативы. Поэтому они отказываются от поездок в это самое место. С другой стороны, люди не просто так ходят по улице. То есть я понимаю, многие там чиновники считают, что если они сделают хорошее место, то люди автоматически там появятся и начнут ходить туда-сюда. Но люди так не ходят. В пешеходности очень важный параметр – это полезность. То есть люди должны ходить куда-то. Они не просто, правда, шатаются оттуда-сюда, они вот именно идут там в магазин, в кафешку, в библиотеку, в школу, в университет на работу и во многие другие места. То есть улицу пешеходную можно делать только там, где есть эта определенная полезность. Иначе вы получите мертвое пространство. С другой стороны, очень часто еще не хватает плотности жителей, чтобы наполнять эту самую улицу. То есть если мы сделаем пешеходную улицу в деревне, то она всегда будет пустой. Если мы сделаем ее в переполненном центре, да, она, скорее всего, будет наполняться людьми. Но в случае наших городов, даже в границах исторического центра иногда есть довольно, ну, как, пустые места, где просто нет ни бизнеса, нет ни жителей. И в итоге мы не понимаем, кем будут те пользователи, кто будет пользоваться этой самой улицей. То есть там и ходить некуда, и некому ходить. И тогда возникает вопрос, зачем мы вообще это делаем. То есть, к сожалению, очень часто у нас все еще делают благоустройство ради благоустройства. То есть все думают, что вот я сейчас приеду, открою там наш местный Арбат, вот, и стану хорошим мэром. Но на самом деле все куда сложнее. И важно учитывать общую городскую ситуацию и понимать, что здесь будут делать люди. И если у вас есть ответ на эти вопросы, то да, тогда, возможно, уже стоит приступать к работе. Но всегда можно вспомнить про тех же самых голландцев, которые с помощью пешеходной улицы решали градостроительную проблему абсолютно всего города. То есть пешеходная улица — это инструмент. Вот, и им нужно уметь пользоваться. Ну и, конечно же, нельзя забывать, что если вы закрываете движение машин, то у вас, скорее всего, возникнут проблемы с жителями и с бизнесом. Жители, которые будут говорить, что я каждый день вожу к себе домой холодильник, и как я это буду делать на велосипеде, что ли. И там бизнес, который уже действительно будет задавать вопросы, как ко мне приедут покупатели, как ко мне будет приезжать доставка и прочее, прочее. На эти все вопросы тоже нужно иметь ответы. И да, там есть разные ситуации, например, что по утрам, например, можно заезжать. То есть, например, с 8 до 10 утра каждый день там и жители, и бизнес может заезжать, разгружаться, что-то делать. Да, проблем нет. Или ставится знак, что проезд только для резидентов. Но проблема в том, что наши гаишники это совершенно не контролируют, поэтому это, скорее, бесполезный знак, который работает лишь в правилах дорожного движения, но в реальной жизни, скорее, не очень-то применим. Если вы ставите знак и оставляете проезд, то, скорее всего, ваша улица просто будет у себя запаркована. На эти вопросы тоже очень важно ответить еще до начала всех работ. А теперь давайте поговорим, что, собственно, делать. Если у вас действительно есть хорошая улица, если там есть даже заведение, которое, в принципе, тоже готово на эксперимент. Если есть жители, которые понимают, что да, что-то можно с этим сделать, потому что мы живем в хорошем месте. Если вы нашли ответы на все другие вопросы, то можно попробовать применить тактический урбанизм, о котором я рассказывал в отдельном ролике. Например, вы берете и потихоньку перекрываете часть улиц. Например, если у вас там по две полосы в каждую сторону, вы закрываете по одной полосе. Или, например, оставляете одну полосу и делаете одностороннее движение. То есть, вроде как, подъехать, заехать там во двор или разгрузиться можно, но при этом огромное пространство отдается именно пешеходам. Такое вполне себе можно сделать из недорогих и простых решений. И проверить это хотя бы в течение одного года, как это работает. Например, именно по такому сценарию работали с Таймсквер в Нью-Йорке. Это одно из самых популярных мест на планете. Еще там лет 20 назад для пешеходов было совсем немного места, и большая часть площади отдавалась именно автомобилям. И когда на это все посмотрели урбанисты, они предложили, давайте мы попробуем все сделать чуть иначе. И, собственно, мэрия города вместе с бизнесом как раз начала этот процесс с помощью простых каких-то боллардов, ограничителей. И потом, когда все увидели, что ничего не изменилось, уже начали капитальную реконструкцию. То есть, да, оказывается, так работает. Можно вспомнить примеры поближе. Например, в Риге с прошлого года на один день стали перекрывать улицы в центре города. И начали с одной улицы, а потом посмотрели, что, оказывается, она классно работает. Что, в принципе, все довольны. Активисты провели экономический анализ, то есть, как себя чувствует бизнес. Мэрия и городской совет это увидели и приняли решение закрыть уже улицу, например, на месяц. Но при этом не просто перекрыть движение, но и сделать там какие-то зоны для отдыха, высадить деревья в какие-то небольшие конструкции. Ну, то есть, это все абсолютно временно, это все можно убрать. Но просто там сначала сделали первый шаг, поняли, что хорошо. Затем шаг еще один, поняли, что тоже хорошо получается. И, в принципе, я не удивлюсь, если лет через пять эта улица уже станет пешеходной в постоянном режиме. Это такой хороший пример эволюционного подхода к обустройству города, как с ним работать. То есть, не прогнозировать и пытаться сразу все сделать в камне, а вот именно шаг за шагом. К сожалению, в наших городах таких примеров очень немного. Хотя можно вспомнить вот улицу Красная в Краснодаре, потому что на каждые выходные ее перекрывают. И улица раскрывается. То есть, днем это одна улица, ночью и выходные совершенно иная. И это, конечно, очень большой контраст. И сейчас там тоже обсуждают, что сократить количество полос, чтобы даже в будние дни, когда там есть автомобильное движение, чтобы пешеходам было комфортнее. И я очень надеюсь, что у Краснодара тоже все получится. Другой хитрый пример – это закрытие транзита. То есть, когда улица остается автомобильной, но, например, с одной из сторон на перекрестке вы выставляете как раз какие-то ограничители. Или там делаете небольшой скверик. И получается, что сохраняются подъезды к домам, но при этом уже транзитного трафика нет. И улица становится тише и дружелюбнее. По такому пути сейчас массово идет Лондон. Во время ковида, чтобы вот как-то стимулировать людей больше ходить пешком и передвигаться на велосипедах, там как раз вот выставили такие заградительные конструкции, которые, собственно, ограничивают этот самый транзит. И это тоже неплохо работает. Это очень простой путь, но у нас вот его, к сожалению, практически не применяют. Я лично таких примеров не слышал. Если вы вдруг знаете, то приходите туда вниз в комментарии и напишите. Я с радостью изучу ваш опыт. Есть и другой путь, когда мы полностью убираем разделение между пешеходами, машинами и велосипедистами. То есть, делаем так называемый shared space или общее пространство. То есть, дизайн улицы делается единым. Нету непривычных бордюров, нету разделения на тротуары и проезжую часть. И устанавливается приоритет пешеходов. То есть, можно сказать, что это такая дворовая зона, но все-таки в масштабах улицы это сделать чуть сложнее, потому что нужно предусматривать там место для разгрузки-погрузки, нужно работать с общественным транспортом и другими вещами. Но, тем не менее, для небольших улиц, особенно там в историческом центре, это отличное решение. То есть, получается, мы делаем улицу в том формате, в котором она работала там еще в начале 20 века. И такие примеры есть в Москве, есть в Белгороде, в Дербенте я встречал. А на Западе это все применяют последние лет 20 очень-очень активно. И тоже, в принципе, наглядно видно, что экономическая активность на таких улицах растет, пешеходность улучшается, аварийность снижается, но при этом вы убираете проблемы с жителями и с бизнесом. В плане, как я приеду к себе домой или как ко мне доедет газелька, чтобы разгрузиться. То есть, в принципе, такое хорошее дизайн-решение, но повторюсь, что это работает только для небольших улиц. На каком-то огромном проспекте так делать, конечно же, нельзя. Но вообще универсальный рецепт это нужно просто звать хороших архитекторов и транспортников, чтобы они занимались улицами. Я очень много вам рассказывал о подобных реконструкциях в Москве. То есть, это самый сейчас, мне кажется, масштабный проект во всей России, как переосмыслять пространство улиц. И действительно, убираются многие конфликты, и улица становится дружелюбнее абсолютно для всех. Плюс были ролики из Зарайска, где тоже реконструировали центр, и там с помощью этого пытаются повысить туристическую привлекательность и вдохнуть новую жизнь в центр города, и в том числе решить проблему с историческим наследием. То есть, чтобы бизнес им начал заниматься, и чтобы центр города стал более полезным для пешеходов, для туристов, и чтобы этих туристов было как можно больше. То есть, тоже, опять же, за счет благоустройства улиц решать вполне конкретные задачи. Это хороший пример. Напомню, что все ссылочки мне будут вот там вот внизу под роликом. Посмотрите, если вдруг не видели. Ходите пешком, любите города, и до встречи в следующем ролике. Пока.